всем привет в этом видео познакомимся с таким понятием как стек вызовов стек вызова и так допустим у нас есть две переменные int a которая равняется 20 пускай да и далее int b который равняется 10 да и допустим у нас есть две функции так пишем пусть правит будет static void первым назовем div деление int a принимает и int b не первые давайте назовем сам сумма до сам и что она делает выводит на экран system out println сам равняется a плюс b отлично и следующее давайте скопируем что быстрее было копируем и у нас будет практически то же самое только будет деление то есть а разделить на b так назовем тут div и div отлично и давайте вызовем эти функции то есть пишем тут сам передаем а и b и тут div вызываем аналогично передаем а и b в качестве параметра так давайте запустим не посмотрим отлично да сам а и b у нас вывелось 2010 угадайте почему это произошло все правильно потому что вот здесь у нас первый аргумент идет как строка и далее мы конкатенируем с одним значением со вторым давайте возьмем это в скобки перезапустим и результат правильный 30 потому что сначала выполнилась операция внутри скобок то есть а плюс b стала 30 и потом сконкатилась с вот этим словом сам ну а деление тут и так понятно все отлично теперь смотрите у нас может быть такая ситуация что одна функция вызывает другую то есть тут напишем сам а допустим хотим чтобы вот здесь вывелось у нас вызвалась другая функция то есть div и и передаем те же значения а и b запускаем и отлично у нас все те же результаты сумма и деление то есть на самом деле у нас может быть функция не сама скажем так функция расчеты да и мы передаем у них параметры и и там эта функция расчеты может вызывать другие функции как и сам div и так далее а в принципе давайте так и поступим давайте назовем функцию calc как бы так калькулирование да давайте как всегда суета то скопируем назовем это calc отлично и эта функция сама ничего не делает она вызывает другие функции сам вот а и b и div именно зачастую да в программах именно так все и происходит когда одни функции вызывают другие и так далее результат один и тот же отлично но внутри вот этой функции calc мы можем вот эти переменные а и b переопределить заново допустим у нас тут а станет равно 25 а б станет равно нулю отлично да вроде бы ничего страшного не произошло но если мы запустим у нас видим ошибка где-то непонятно вот три строки у у нас выявилась ошибка div by zero деление на 0 у нас программа очень простая поэтому мы тут можем понять что операция деления у нас присутствует только здесь а делится на б деление на б значит б у нас равно нулю ну так и есть потому что мы в этой функции б приравниваем к нулю присваиваем b 0 но в действительности программы не такие простые как это которая вмещается на экраны где вы все это можете отследить в программах это отследить в реальных достаточно сложно поэтому используется такое понятие да как стек вызова поэтому если мы ну давайте вот здесь поставим точку остановки программы и запустим ее в дебаг режиме то вот смотрите слева у нас есть такое окно которое показывает что что мы сейчас находимся в функции main на строке 4 вот 44 и можем смотрите двигаться по выполнению программы с помощью клавиши f7 либо с помощью вот этой строчке да ну или так не надо бы мне эту кнопку давить ну ладно давайте перезапустим итак давайте вот это жмем f7 видим да мы переходим на вторую строку остается тот же мы этот мои но пятая строка кликаем дальше метод main восьмая строка но если мы сейчас нажмем да то видим у нас добавляется вторая строка калк 14 то есть мы сейчас находимся в методе калк 14 строке но вот эта запись не исчезла то есть вот это есть тег вызова то есть мы из метода main вызвали мы метод калк переходим ниже ниже тут пока ничего не меняется видим да тут мы видим что перешли уже в метод сам из метода калк калк был вызван из метода main кликаем ниже опять же мы пока еще в методе сам но теперь метод сам закончи закончил свое выполнение и мы перешли опять метод калк вот а уже здесь как видите как вы помните у нас происходит ошибка то есть вот это и есть тег вызова если его прочитать да мы сначала находились функции в методе main на восьмой строке потом калк 17 строка и потом див 25 строка то есть вот таким образом мы можем отследить какая функция да там где вызывается потому что опять же вот эта функция див может вызываться не из одного места в программе из этого а где-то еще из десятка других методов и вот этот стек нам очень упростит работу позволит все эти моменты отследить вот такое вот простое видео вышло так выбираем точки остановки но на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока